Под окнами 96-летнего Мануила Давлетшина сегодня развернулся парад победы. Для участника Великой Отечественной войны играет оркестр, маршируют кадеты, звучат стихи и песни военных лет. Люди собрались. Я стоял как солдат до конца. Было приятно, конечно. Молодость хорошая. Это все сказано. Все сделано красиво. В 1944 году 17-летнего Мануила Давлетшина призвали в ряды Красной армии. Через несколько месяцев обучения летному мастерству его отправляют на фронт в штурмовой авиационный полк. Он принимал участие в войне с Японией. За проявленное мужество и героизм награжден медалью за победу над Японией. Уже после Мануил Давлетшин вернулся в Казань, окончил юрфак и всю жизнь посвятил МВД. Поздравить ветерана с предстоящим Днем Победы сегодня пришло и руководство Росгвардии. Мы приходим все праздники к нему с удовольствием. Очень интересный человек. У него была очень тяжелая жизнь, насыщенная. И сейчас он передал свой опыт и рассказывает нам о своей жизни, о своих. Очень интересно рассказывает. Это важно для нас всех. Парад у дома ветерана прошел сегодня и на улице Белинского. Все разе 86-летней жительницы блокадного Ленинграда Валентины Маркиной. Это в шестом классе. Это вот моя мама. Когда началась война, Валентине Маркиной было всего четыре года. Умер отец, мама осталась с тремя дочерьми на руках. Когда их перевозили по дороге жизни через Ладогу, маленькая Валя уже не могла двигаться. Стали разгружаться. А там солдатами ведь все делали. Солдат, говорят, взял мешок-то этот, сверток. Говорит, там что-то живое, шевелится. А там оказалась я. И мама говорит, вот что значит не умереть. Так вот живая осталась. День окончания Великой Отечественной Валентина Маркина помнит до сих пор. Мы просыпаемся, а там такой гвалт в детском саду. Что случилось мы все? Нам воспитательницы говорят, ребята, война кончилась. Мы все надеялись. Праздник сегодня и в поселке Царицыной перед домом Виталия Стырния. Друженику тыла сейчас 93. К параду у дома ежегодно готовятся с особым трепетом. Он уже за месяц. Ой, Святой же придут. Надо же подготовиться. Надо вот это, надо постричься, надо это, надо вот наряды мои достать. Прям очень ждет, потому что он очень гордится тем, что вот так его поздравляют, что так уважают. Когда началась война, Виталию Стырния было 11 лет. Абсолютно все помню, как вот сейчас. Я нарвал мешок травы и иду. Иду, а на встречу у меня бежит отец. Взгерошенный весь такой, руки в стороны. Кричит. Сынок, сынок, война началась. Война началась. Ура, ура. Дурак, молодой. Отец уходит на войну. Маленький Виталий, не покадая рук, трудится на лесопилке. Заготавливает древесину для нужд фронта. Уже потом он заканчивает военную академию МВД СССР и служит до пенсии. Я только плачу, вспоминаю все старое. И очень горжусь, понимаешь, счастье, где я служил. Молодежи, во-первых, любить Родину больше, чем себя. Этот день мы приближали как могли. Эти строчки знаменитой песни будут звучать в каждом дворе, где живут наши ветераны. Они пробуждают особое чувство гордости и сопричастности к Великой Победе. К акции, которая охватила всю страну, присоединяются и школьники, жители соседних домов, артисты, военные и юнормейцы. Возможно, ветеран не попадет на главный парад, но личный пройдет обязательно. Сирина Захапова, Адальмин Дубаев, ТНВ, Казань.